В уголовно-исполнительной системе Инна Горбачева уже 16 лет. Она служит в юридическом отделе. Делиться за годы работы, жалеть о выбранной профессии не приходилось. Чтобы отвлечь себя от тяжелых будней, женщина играет в шахматы. Говорит, эта игра дисциплинирует ум, чувства и учит выдержки, что немаловажно в работе с осужденными. Готовилась немножко, не буду брать. Играла с сотрудниками в колонии. Ну, как бы вспоминала навыки. Игра велась между всеми исправительными учреждениями. От каждой колонии в турнире участвовала по одному сотруднику. Их отобрали в исправительных учреждениях на первом этапе. У участников было 10 минут, чтобы показать свои навыки. Соревнования проходили по швейцарской системе, базовый принцип которой – подбор соперников на основании равного количества набранных по ходу шахматного турнира очков. Победители поединков играли друг с другом. Таким же образом составлялись пары из проигравших. Шахматы не входят в обязательные дисциплины в рамках проводимой служебной подготовки среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. Но шахматы являются одними игрой, одной из лидеров, на наш взгляд, вообще игр, которые развивало человечество. И мы это осознаем, и мы этому направлению спорта уделяем определенное внимание. Сначала думали, что не найдется желающих, любителей. Оказалось, что игра популярная, распространенная. Много желающих. В каждом учреждении есть интеллектуалы, есть любители поиграть в шахматы. Победители турнира, приуроченного к 23 февраля, получили награды. В планах у организаторов из числа лучших сформировать команду и провести соревнования среди представителей силовых структур. Мэри Елчан, Василий Калдашов. События.